Так, ребят, всем привет! Мы начали нашу трансляцию, посвященную токсичным отношениям, точнее не им, а разбору этой темы. Я сегодня в Ниглиже, только что с яхты. Мы вот приехали, я с пирса вышла, сразу села, сразу веду эфир, поэтому, пожалуйста, отнеситесь к моему внешнему виду снисходительно. В общем, главное дело, да, первым делом самолеты, а макияж там, прическа потом, просто вот человек вышел из моря, только обсох, вот так, знаете, как эти животные делают. Ну да ладно, пошутили и хватит. Тема очень серьезная, на самом деле, почему мы ее разбираем, потому что невозможно уже, болит, болит так, что невозможно молчать, особенно, когда у тебя есть знания, ты понимаешь, как это можно по-другому решить. Невозможно молчать, когда ты видишь, как люди совершенно, не понимая последствий, решают свои проблемы, да, и вот этим термином токсичные отношения пользуются неправильно, не экологично. Я, буквально сейчас, вот мы на яхте с девочками обсуждали эту тему, у нас там практически все были девочки разведены, многих я видела впервые, и развод считается нормой. Развод сейчас считается нормой, и в голове у человека, у женщины, когда она даже замуж выходит, сидит понимание того, что, ну, если что, разведемся, не проблема. И вот это понимание того, что можно менять партнера, оно приводит к тому, что, ну, мы меняем партнера. Это не значит, что нам теперь нужно думать один раз и на всю жизнь, и терпеть его недостойное поведение, речь не об этом. Речь о том, что вот это допущение, что можно партнера менять, оно, его хочется использовать. Потому что в жизни создаются ситуации, где можно вырасти, пойти в развитие, но это тяжело. А где можно просто поменять партнера, и это легче, и это проще. И люди этим пользуются чаще, потому что, ну, сохранение, да, энергии происходит. Более того, сейчас есть психологи, которые разрешают официально, так сказать, женщине, которая пришла в терапию, жалуются на мужа, они просто говорят, вам нужно завести себе любовника. И девочки, которые это практикуют, вот сегодня буквально, я об этом слышала давно, много лет назад, но после этого как-то вот оно пропало. Я думаю, это единичный случай, единичные психологи. Но, оказывается, это сейчас тенденция, новое направление в психологии. И по отзывам девочек оно действительно работает, оно эффективно. Я, так как я вижу глупо же, я говорю, ну, оно же ведь эффективно, временно, это словно вот, опять же, да, рану замазать каким-то кремом тональным там. Ну, вот есть прыщик, да, замазали его тональным кремом. И создается эффект, что прыщика нет. Но мы-то все с вами знаем, что он есть. То есть там болит, там проблема, там рана. Ее никто не лечит, ее все замазывают, выбирают решение поверхностных вариантов. И радуются, что да, это полегчало. Это, знаете, словно вот скорая. Когда человеку плохо, не надо, да, травки пить, нужно вызывать скорую. И, да, когда это прям вот так вот срочно, оно может помочь. Но мы с вами будем говорить не о поверхностных решениях, не о временных, а о настоящих, которые нас делают полноценными и счастливыми. Вот как раз-таки курс отношения в любви, о котором я расскажу вам в конце, он создан для того, чтобы показать, как это делать, помочь это сделать. И это гораздо эффективнее, выгоднее, чем ходить к психологам. Вот те, кто из вас тоже считает отношения, развод в отношениях нормой, вам этот эфир тоже очень сильно поможет. Это вообще эфир для того, чтобы вы увидели новую реальность, так скажем, альтернативную. Вот если вы считаете, что развод это выход, то для вас будет прям новая дверь, новый вариант. А те, кто изначально по-другому думает, да, что один раз и на всю жизнь, для вас тоже будет новая дверь, потому что люди, которые предпочитают один раз и на всю жизнь, они могут попадать в ловушку этого убеждения и в итоге терпеть недостойное поведение мужа. И даже муж может от вас уйти, там, или жена, да, потому что у вас принцип встаёт как выше человека, выше фактов, выше реальности. То есть есть какая-то желаемая реальность, а есть настоящая реальность. И они, когда эти два понятия не состыкуются, человек выбирает желаемую, но как этот процесс реализовать не знает, и в итоге у него идёт разрыв между настоящим и желаемым. А мы будем с вами вслеплять одно с другим, показывать связи, да, которые соединяют это, и соединять. Вот. У нас с мужем тоже были сложности, я от него много раз уходила, потому что у меня в моих программных кодах, так скажем, там, моя мама уходила от папы тоже много раз. И когда дети видят, что родители расстаются, для них расставание становится нормой, и смена там партнёра тоже становится нормой. Но, судя по моему опыту, да, вот в 2005 году мы с мужем познакомились, в 2012 мы с ним расписались, поженились, ну, получается, 7 лет мы друг от друга вот так бегали, то туда, то сюда, то сюда, то туда, расставались, сходились, сходились, расставались. И много было у нас пройдено ситуаций, большой у нас опыт, огонь, вода, медные трубы, все это у нас пройдено. И вот этот 7-летний опыт, он доказал то, что смена партнёра, уход от партнёра проблему не решает. Оно как бы даёт новый такой вдох воздуха, потому что ты ушёл от этой динамики нездоровой и начал легче дышать. Но там может включаться другая проблема. Вот сейчас отметьте, да, плюсики поставьте в чат, кто онлайн находится или кто в записи смотрит. Если у вас было такое, что вы от кого-то уходили или от вас кто-то уходил, вообще проблемы в отношениях вы решали уходом. Или может у вас знакомые есть, которые решали уходом, расставанием, разводом проблемы в отношениях. Есть такие у вас? Отметьте. Вот. А я пока расскажу вам о том, что... О том вообще я вам схему покажу. Давайте вот так попробую это как-нибудь на планшете. Потому что это прям... вам надо это видеть. Хотела сегодня уже без схем, так по-простому, но не могу. Моя любовь к схемам, она мне в покое не оставит. В общем, смотрите. Вот есть человек. Вот. Вот человек. И он как компьютер состоит из набора каких-то программ и какого-то сценария. Еще до вступления в отношения в него этот сценарий вот так вот загружен. То есть он с ним как бы как суть одно. Он... В этом сценарии уже прописано, что он вступает в эти отношения, и у него будут там такие-такие-такие проблемы. Не прям детально, но тенденция, как бы вектор. То есть это не серия того, что будущее решено за нас. Нет. Это и серия того, что у кого какой характер. Если человек вспыльчивый, то у него отношения будут такие горячие. И партнер у него может быть там тоже вспыльчивый, они будут драться. Или наоборот полная противоположность, спокойная. И у них будут спокойные отношения. То есть это же можно предсказать. Вот на таком же уровне программы загружены в человека. Человек идет в отношения, да, и в зависимости от того, какие программы конструктивные, деструктивные, у него будут определенные результаты. Да, вот смотрите. Человек находит себе там партнера другого. Там мужа, жену. Вот у них там любовь. Первое время все хорошо, как обычно. Вот. Но потом вот этот сценарий начинает проявляться. Да. У них вот так вот плюсик. Мужчина плюс женщина. И равно какой-то результат. Какой? Вот это зависит от сценария, который у них всех заложен в голове. Так. Ага. Вот у нее свой, у него свой. И эти сценарии соединяются тоже, да, и мы получаем какой-то вот результат, какой-то вот продукт. И если эти сценарии конструктивные, если программы хорошие здесь, да, такие экологичные, гармоничные, то у них будет тоже все классно. Они будут, если сложности какие-то, то хорошо их преодолевать. Иначе будет боль, да, то есть какая-то сплошная боль, будут травмы, будут обиды. И как вы считаете, поставьте ваше мнение в чате, в циферку напишите, сколько процентов у нас людей имеют негативные сценарии, да, испытывают боль, обиды в отношениях, проблемы. И сколько людей, ну, давайте Россию возьмем, сколько людей по России имеют гармоничный сценарий. Вот из вашего опыта просто вот статистику подведем. Просто циферку напишите, там, ну, первая цифра это деструктив, а вторая цифра это оптимально, да, там, у кого какие. Ну, кто-то считает, что 90%, да, негатива и 10 всего позитива. Кто-то 50 на 50, у всех будет разный опыт, напишите именно ваш. Вот, а я продолжу, пока вы пишете. Вот, смотрите, допустим, начались проблемы, у них травма, у них обида, у них эта боль вылезла. И тогда, если мы считаем разбод решением, да, то есть токсины пошли, токсичные отношения начались, обычно, ну, вот, больше с женщинами работают, да, так приходится сталкиваться. Мужчин у меня много в терапии, но больше с женщинами, потому что у женщины считают мужчин абьюзерами в большинстве своем. Что вот он абьюзер, надо партнера поменять. Она идет, меняет партнера. Вот, значит, другого. Возьмем себе нового какого-нибудь. Вот у нас пускай он будет такой в шляпе. Ну, типа, новый же, он должен как-то отличаться. Поменяла партнера. То есть, смотрите, вот этот сценарий запускает негативную динамику, и человек не понимает, что этот сценарий надо менять, что программное обеспечение внутри себя надо поменять. Человек думает искренне, да, что проблема в партнере, и идет менять партнера. Понимаете, в чем абсурд? То есть, проблема не в партнере, проблема в том, что у тебя такие сценарии, что тебе по этому сценарию вот такой партнер положен. Ты его сама выбрала своим сценарием. Поменяй сценарий, и вот этот же самый партнер изменит свой характер. У него, потому что тут тоже изменится, потому что они сцеплены, связаны. Но это просто программа, понимаете, как математика. Вы можете этого не видеть, не знать, но я с этим работаю постоянно, регулярно. Это проверено уже на большом количестве моих клиентов, студентов, которые у меня учатся. Поэтому, просто попробуйте, да. Люди, которые не знают, они просто меняют партнера. В результате два варианта. Сначала все хорошо, да, любовь. А потом повторяется тот же самый сценарий, только другой человек. То есть, партнер другой, сценарий тот же. Или другой вариант. Какой-то вывод вы делаете, да, находитесь у себя партнера. И сценарий поменяли в себе. Его можно же по-разному менять. И вот каким-то образом поменяли в себе сценарий. Там обычно не до конца, чуть-чуть. И партнер чуть-чуть другой. И, по сути, сценарий поменен не совсем корректно. Он поменен на тот же самый деструктив, только с обратной стороны, другая крайность. То есть, партнер, полная может быть противоположность вот этому, полная. Но мы же все знаем, что есть качели. Одна крайность плохая, другая плохо. Вот с этой крайностью столкнулись плохо, меняем на другую крайность. Сначала хорошо, а потом будет плохо, но по-своему, уже противоположным образом. Вот. В результате это все приводит к тому, что боли становятся еще больше. И пока человек не встретит... Ну, в общем, человек, я называю, в таком случае зреет в своих страданиях. Он зреет, как яблоко. Да? Оно зеленое. Когда оно еще надеется, что буду менять, 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 менять партнеров, и найду того самого. Нет, не найдете. Вы созреете в своих страданиях. Из зеленого состояния вы станете красненьким, спелым, зрелым. И скажете, все, с меня хватит. И когда вы дойдете до этого состояния, все, с меня хватит. Я готова посмотреть искренне в себя. Что не так со мной? Почему у меня такие попадаются? Вот когда вот эта кондиция наступает, тогда в ваше поле, по вашему запросу, приходит кто-то, некто, проповедник, лектор, психолог, специалист сакральной раскадровки, да, как я, например, который вам говорит, у меня есть рабочий инструмент, давай попробуем. Ну, и тут могут начаться всякие сопротивления, сомнения, но чем вы сильнее вот тут созрели, тем решительнее вы пойдете в новый опыт. Потому что старый вам настолько надоел, хорошо, хорошо, я пойду попробую, вот лишь бы в старый не идти. И тогда начинается прогресс, когда действительно человек созрел. Вот. Я вам сейчас расскажу, вот прям под запись, что нужно делать. То есть, вот если вы уже созрели, вы чувствуете, что вы созрели, или вы чувствуете, что вы не хотите зреть в своих страданиях, вам достаточно вашей разумной части, чтобы понять, что не нужно доводить себя до такого состояния, да, когда вы уже на все готовы. Потому что тут тоже может быть, может подойти какой-нибудь там цыган, шаман, который, ну, не очень там чистыми методами работает, и тоже, ну, нехорошую штуку сделать. В жертву можно скатиться, поэтому лучше, знаете, не обязательно садиться в тюрьму, чтобы убедиться в том, что там плохо. Давайте, прямо сейчас фиксируйте под запись уникальный алгоритм, вы его не найдете больше нигде. То есть, у нас психологи этого не знают, вот так, скажем. Первое, что мы делаем, это анализ. Какие-то пункты будут пересекаться, но сам алгоритм, он вообще мой авторский. Он основан на том опыте, который у меня есть, на тех обучениях, которые проходила. Я скомпоновала, взяла самое лучшее и добавила туда свой опыт, и у нас очень классные результаты по этому алгоритму. Так что записывайте, пока у вас есть возможность. Первое, что мы делаем, анализируем. То есть, нам нужна вот что-то вроде вот такой карты, понять, что я делала или не делала, как часто менял партнеров, прям прорисовать этих человечков, да, увидеть вот абсурдность своих действий. Это сигнал в мозг идет, да, что-то не так. Вы начинаете искать, как, да. Следующий, второй пункт. Вы ищете, вы ищете вредоносную кармическую программу, ВКП. Например, там у меня папа пил, да, был алкоголиком, и мама страдала. И есть такая программа, что с мужем в отношениях я буду страдать от того, что он пьет, например. Или от чего-то еще. Мама страдала, и я буду страдать, потому что для ребенка, что он видит, то и норма, то и шаблон, то и образец, и эталон. Как бы абсурдно это не было, каким бы кремом этот сценарий не был, мы это впитываем как губка, потому что мы другого не знаем. Мы идем во взрослую жизнь и начинаем выстраивать, исходя из этой программы. То есть мы хотим осознанно своей частью быть счастливыми, но по факту у нас какой-то трэш в отношениях мы страдаем. Почему? Потому что есть программа, что в отношениях женщина страдает. Вот, нашли, допустим, да, вот это, вот у меня тут этот списочек есть, если хотим, тут непонятно, все равно не буду его фотографировать, вам отправлять, потому что я вот очень быстро писала. В общем, вы себе своим почерком пишите, и обязательно подпишитесь на рассылку. У меня она, так, в закреплениях должна быть, сейчас я вам ее поставлю, вот, поделиться со зрителями. Вы сейчас увидели, значит, ссылка, по ней проходите и подписывайтесь на рассылку. В этой рассылке я отправляю материалы по отношениям, вот этот алгоритм отправлю, видео короткие, там одноминутные, двухминутные, какие-то статьи, какие-то суперпредложения эксклюзивные, вот те, кто в рассылке получают. Вот, про курс тоже скажу, что те, кто в рассылке, у них там особые будут условия. Поэтому вы по этой рассылке пройдите, подпишитесь, я этот алгоритм на выходных вам отправлю. Вот, может, сегодня, не знаю, нет, сегодня не успею, завтра утром. Вот, вот, то есть вы нашли в себе эту программу, что женщина должна страдать. Следующий шаг, какая выгода? У любой программы есть выгода. Никогда программа не будет вас мучить, так скажем, вредоносно, ВКП, вредоносно-кармическая программа. Она никогда не будет вас мучить, если за этим не стоит какая-то выгода, которая закрывает важную для вас потребность. Например, чувствовать единство с родом, поддержать там маму, быть такой же, как моя мама. Она там в моих глазах герой, например, она столько терпела, она герой. Тут может быть вторая программа, что чтобы быть героем, чтобы быть сильной, нужно терпеть страдания. Какая выгода? Я герой, я себя уважаю, я вижу свою силу, чтобы почувствовать свою силу, нужно страдать. Вот, и пока есть эта программа, понимаете, вот в этих сценариях. Вот тут вот девушка думает, что нужно, чтобы свою силу порочувствовать, нужно страдания преодолевать. И вот она мужа такого находит, который ей обеспечивает эти страдания. Понимаете? Понимаете, как все устроено? Все логично, да? Вот. И следующий шаг, то есть это уже три шага. Анализ, поиск, ВКП, выгоды. Четвертый шаг. Дефицит. То есть вас почему-то это не устраивает. То есть вам это надоело, вы не хотите страдать, и вам это не дает почувствовать что-то. И вот надо найти что? Ну, тут, очевидно, легкость. Легкость, счастье, любовь, там, взаимоподдержку в отношениях. Расслабиться, наконец, в этих отношениях. У вас такой возможности нет, потому что стоит вот такое программное обеспечение. Его надо менять. Вот. Нашли, записали. То есть записали выгода. Там, единство с родным, чувствую силу, чувствую себя героем. Уважаю себя, там, самоуважение. Потом дефициты. У меня нет любви, расслабления, взаимопонимания, поддержки, да, легкости. Возможно, свободы. Там у каждого свое будет. Дальше, пятый пункт. Создаем новую форму. То есть мы видим свои потребности по третьему и по четвертому пункту. Понятны ваши потребности. Это чувствовать свою силу, иметь уважение к себе. И по четвертому пункту потребность в легкости, в доверии, там, в любви. И мы начинаем соединять, да. Звучать это будет примерно так. Мы это соединяем просто. Чтобы почувствовать себя сильной, я должна расслабиться в отношениях. Или когда я расслабляюсь в отношениях, я чувствую силу, любовь, поддержку. То есть мы начинаем оставлять в этой формуле. То есть раньше формула была такая, что я чувствую себя сильной, только когда там страдаю. А сейчас мы переписываем, я чувствую себя сильной, когда я расслабляюсь. Понимаете? То есть говорят, нет худа без добра. А мы делаем, что нет добра без добра. Что у нас тут добро, тут добро в первой части, добро во второй. Мы связываем добро с добром. Понимаете? Вот. Дальше. Что мы делаем дальше? Мы стираем старую программу негативную. Есть куча разных способов. Я, конечно, предлагаю свой, потому что он самый эффективный, проверенный. И для меня это вообще безоговорочный факт. Я вижу, что на эфире есть люди, которые тоже могут это подтвердить. Вот. Это подтверждают не только мои клиенты, но и те, кто у меня проходят обучалки разные, групповые сессии. Вот. То есть метод, телесный метод сакральной раскадровки, мастером которого является, это самый эффективный и быстрый метод. Он научный. Он не относится ни к психологии, ни к эзотерике. Это не магия, ни психология, да, повторяюсь. Это научный подход к энергетике человека. Это то же самое, что быть программистом компьютера, только биокомпьютер, да. То есть я программист биокомпьютера. Вот. Мы стираем старую программу, делаем такую дефрагментацию диска. Стирается только то, что мы выявили, то, что вы согласились, что мне это надоело, я не хочу так больше жить. И только это стирается. Ничего лишнего не стирается, потому что в вашем организме есть система допусков, защиты и так далее. Только когда вы точно понимаете, что это вам выгодно, тогда вы даете допуск, да. И вы всегда говорите, я разрешаю с собой поработать. И потом мы загружаем новую. Все. Загружаем новую. И идем отдыхать. Потому что вы энергетически поднимаетесь в своих вибрациях. То есть если замерять частоты, которые из... То есть частота вибраций, да, такой ультразвук, так скажем. Все пространство из него построено. У камня есть вибрации, у эмоций есть вибрации, у тела есть вибрации. Можно замерять фон разных людей, вибрационный, и он у всех будет разным. Вот. Этот вибрационный фон поднимается у вас после вот этой процедуры. А клетки, то есть на энергетическом уровне, а клетки физические, они более медленные, такие чуть более тупенькие, чуть более медленные. Им нужно время сейчас это все прогрузить в себя и сменить свою частоту. Для этого нужно поддержать тело пятью первоэлементами. Земля, огонь, вода, воздух, эфир. А это то есть из чего, да, мы состоим. Пять первоэлементов там или стихии. Вот. Обязательно нужен сон, отдых, прогулка на свежем воздухе, желательно босиком по земле, если теплое время года. Плавание в морской воде или в обычном любом водоеме. Ванна с морской солью. Костер или свечи дома, потому что стихия огня. И сон. Обязательно сон. То есть вам вас может вырубить, да, грубо говоря, прям вот сразу после сеанса, хоп, и лечь спать. Обязательно нужно высыпаться и не сопротивляться этому. Типа вот у меня работа, нет, отменяем клиентов, ложимся спать. Поэтому вы когда идете, да, в процедуру перепрошивки, раскадровки, нужно задуматься о том, как вы потом сможете отдохнуть. Вот. После этого вы идете в жизнь. У вас теперь что? У вас теперь нет препятствий. Но надо понимать, что это не волшебство, когда кто-то за вас что-то сделал. Нет. То есть вы сейчас создаете новый выбор. Ваша задача создавать новый выбор, искать что-то третье. Не между двумя крайностями, да, качаться или плюс или минус, а создавать что-то новое. То есть проявиться, вот как творец, творчество проявить и искать новые варианты. Теперь вам будет это легко даваться. Не будет саботажа, сопротивления. Это будет в легкости. То есть словно вся вселенная будет вам помогать. Вот. У нас, к сожалению, люди этого не знают, да. Они просто... Ну, вообще, очень хорошо, что хотя бы к психологу начинают ходить. Но опять же, что я наблюдаю. Люди идут к психологу со своими проблемами. Платят по 12 тысяч в месяц, да. Там, ну, это еще недорогой психолог такой. Средняя цена, 3 тысячи за сеанс. Раз в неделю нужно ходить в терапию. Ну, и того выходит 12 тысяч в месяц, да. Люди ходят к психологу, занимаются с ним. Но они этого не находят. То есть эффективность работы с психологом и вот того алгоритма, который я вам дала, она сильно разнится. Вот. В итоге человек тратит время, тратит деньги. У него, безусловно, это поддержка. Но если психолог вам говорит что-то вроде «найдите себе другого партнера, чтобы на него...» Ну, вот как вот девушка там выражалась, что «свой негатив вы отдаете как бы этому любовнику, а не тащите его в семью». Вроде логично, но это же ведь приведет просто цивилизацию к тому, что вообще семья потеряет ценность тогда, потому что в ней не будет места для искренности. Это будет такая холодность, да, отшибленность друг от друга. Люди будут ходить в масках, типа «мы друг другу только улыбаемся». Ведь настоящая жизнь, она в том заключается, что если из тебя лезет какой-то негатив, то нужно посмотреть, а почему он лезет, почему ты не удовлетворен. Там сто процентов стоит какая-то программа, которая заставляет тебя страдать. И эти страдания, да, на кого-то выливать. Ты ищешь, на кого вылить. Это вообще очень экологичное решение. Почему оно пользуется популярностью? Потому что люди находятся в детской позиции. У них, возможно, есть какое-то желание у самих, да, там, найти себе там какого-то другого партнера. Они не могут признаться, что их этот партнер не удовлетворяет, в то же время они не хотят семью разрушать. И они не видят никакого нового выхода, как вот, ну, пойти, да, к такому психологу, который им как бы справку даст, такое разрешение. «Я вам разрешаю завести любовника. Пожалуйста, это спасет вашу семью». И это вот словно старший, более опытный, он взял ответственность за вашу жизнь, да, и вы пошли. А на самом деле произошла сделка с не очень хорошими силами, не очень такими светлыми, понимаете. И потом последствия от этого будут не очень хорошими. Самое главное, самое обидное, что как бы взрослые это как-то вот проживут, переварят. Но потом это будет очень сильно сказываться на детях. Это я говорю не голословно, а из практики. Ко мне эти дети потом приходят, которые уже выросли, и рассказывают, что они наблюдали у своих родителей. И самое интересное, что дети, не зная даже правды, видят, как, ну, в определении, ну, как сказать. В общем, я еще гипнотерапевт, и с помощью погружения в свое подсознание человек вспоминает и видит то, что его мама или папа делали, пока никто не видит. То есть просто, понимаете, ни одно дело не остается тайной. Тайны нет. Просто есть зашоренность людей, они этого не видят. Но когда человек выходит в тонкое там энергетическое пространство, он начинает видеть все. Любая тайна, тайна рода, все всплывает. Просто определенно чистота должна быть восприятия у человека. Вот. Чему это я? Зависла. А, ну, в общем, потом у детей, так как дети не знают, пока они не придут, не выяснят это, они не знают, что с ними происходит, их может тянуть, у них может также быть семья, но их будет тянуть все время налево. И это будет уже родовое такое проклятие. Поэтому завязывайте, ребят, кто практикует, вот эти переходы от партнера к партнеру, кто практикует. Вот это много партнерства, много женства, и поиск решения проблем в том, чтобы перебирать людей. Успокойтесь, пожалуйста, давайте работать с собой. Посмотрите свое программное обеспечение, то, что вас не устраивает, то, что приносит боль, неприятное. Давайте вот это просто вычищать, убирать, переписывать на гармоничную формулу. И, ну, по-взрослому. Так просто взрослые люди решают проблемы. А не играть вот в эти игры, что ты меня обидел, забирай свои игрушки и не писай в мой горшок. Вот. Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок. Вот. Вот так. И мое предложение вам, если для вас это актуально, если вы не хотите эти сценарии, эти игры играть, если вы хотите разобраться со своими программами, стереть ненужные и строить нужные, то тогда, во-первых, нет, не во-первых, точнее, да, во-первых, в общем, сначала я расскажу пару слов о курсе, а потом расскажу еще кое-что интересное. Смотрите, курс у меня стартует 5 августа. Называется он «Отношения в любви». То есть у нас сейчас отношения в чем угодно. Вот в чем угодно они у людей, но только не в любви. А нам нужно, чтобы отношения были в любви. А любовь – это очень глубокое понятие. И курс состоит пока из трех модулей, но потом я буду делать годовое сопровождение, групповое. Потому что мало, чтобы выстроить хорошее отношение, мало вот даже трех месяцев занять. У нас будет первая часть интенсивная, где мы будем старые программы зачищать, вам прям легче будет становиться быстро, то есть максимально быстро, да, две недели. Это первая часть такой интенсивчик, это первый модуль. Второй модуль будет уже месяц, и третий модуль, он тоже, скорее всего, будет месяц, длится, или полтора. Посмотрим, как группа будет идти. По цене сейчас не скажу, потому что у нас будет цена для тех, кто подписался по ссылке в рассылку. Для вас будет эксклюзивная цена, самая низкая. И потом будет общая цена, я ее назову в первом окне продаж, который открою уже публично для всех. То есть те, кто подписался по ссылке, которую я вывесила, и тут вы можете увидеть на экране, цена будет особенная. Для остальных она чуть-чуть будет подороже. Но сразу скажу, что это гораздо дешевле, как минимум в два раза, чем 12 тысяч в месяц платить психологу. То есть это дешевле и эффективнее, чем ходить к психологу. Это прекрасная возможность для чего? Для того, чтобы люди были счастливыми. Для меня это очень важно, потому что я чувствую себя преступником, который носит в себе знания, как это исправить, эту проблему, и постоянно наблюдает за этой проблемой, смотрит, что творят сейчас психологи современные, и молчать об этом, и не выдавать это в массы я не могу. Поэтому цены делаю максимально доступными, чтобы максимально большое количество людей разумных, которые не хотят страдать, могли воспользоваться предложением и попасть в эту группу, на эти групповые сессии. Вот. То есть если вы хотите получить особые условия по курсу, про тарифы узнать, ну, опять же, повторю, сколько будет идти этот курс, что он даст, какие цели, как у вас улучшатся отношения, просто подписывайтесь в рассылку, она бесплатная, вам будут и полезные материалы приходить, и вам будут приходить вот эти, все данные, у вас будет право первой руки. Вот. Дальше. Вот. Уже заканчиваем эфир. Почти уложилось полчаса. Если вы уже сейчас готовы работать, не хотите дожидаться курса, вы все равно подпишитесь, но проходите в мой телеграм-канал. Я там вчера начала такой челлендж, да, сейчас модное слово, челлендж. Это когда такой типо марафон, не марафон, это когда мы делаем вместе какой-то ряд таких процедур, которые уже помогают улучшить отношения. Там одно упражнение, но оно разбито на несколько частей. Вот вчера я первый подкаст записала, как его делать, там табличка, фотография, вы заполняете эту табличку, расписываете, вам уже становится много, что понятно, что у вас в отношениях. Вы уже по вот этому алгоритму пойдете, да, алгоритм, который поможет скрыть ваши ВКП, ваши вредоносные кармические программы в отношениях. И... Так, что потом? Опять зависла, перекупалась в море. Вот. И сегодня будет второй подкаст, третий, и до тех пор, пока мы не закончим это упражнение, я буду выкладывать подкасты, смотреть ваши результаты, вы их можете прям выкладывать, делиться. Я абсолютно бесплатно буду комментировать, вот все, кто делится, кто показывает. Я буду комментировать, вас считайте, что будет как консультация от психолога, абсолютно вообще бесплатно, причем, ну, на таком уровне, на котором работают мастера сакральной раскадровки. То есть, психологи этого не знают, подчеркиваю, что это уникальные знания, они гораздо глубже. Вот знаете, сейчас такое время, когда ты смотришь, что психологи говорят, и думаешь, о, мудрец, точно так классно. Ну, действительно, психология сейчас помогает людям, ну, до определенного момента. А метод сакральной раскадровки, это такая глубина просто, что это для психологов такой рост, не то, что же для обычных людей. Поэтому, пожалуйста, если вам нужен алгоритм, который я сегодня перечислила, чтобы я в печатном виде написала, подпишитесь на рассылку. Если хотите участвовать, как герой, или как наблюдатель в регулярных еженедельных разборах отношений, тоже по этой же ссылке подписывайтесь. Хотите получать полезные материалы по отношениям, как улучшить отношениям, тоже по этой подписывайтесь, ссылки. И, если вы все это сделаете, вы получите эксклюзивное право на самую дешевую цену на курс отношения в любви. Вот. Готовы начинать сегодня уже упражнение делать? Проходите в мой телеграм-канал. Вы его найдете у меня на стене сообщества во Вконтакте. Семейные ценности с Есенией Станиславовной. Это название моего сообщества. Вот там вчера я выложила пост, в котором есть мой телеграм-канал. Вот. Все. Я с вами прощаюсь. Благодарю вас за то, что провели эти полчаса со мной. Вот. Было классно. Было замечательно. Я вам очень рада. Пишите отзывы, если вам понравилось. Ставьте сердечки, чтобы у нас такой энергообмен с вами был. Я очень люблю, когда вы мне обратную связь даете. Ну, все. Всех целую. Обнимаю. Всех пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok